Дальше. Автор говорит, рахмалаву та'аля, Вера в то, что Абу-Бакар и Умар добудет доволен имя Аллах, они в комнате Айши добудет доволен имя Аллах, вместе с посланником Аллаха, салам, были погребены. То есть были погребены там, вместе с пророком алейсаратурсалям то и за дейти коборов от таслиму алейхима бада расулили салатурсалам вадик если ты приходишь к могиле то есть могиле пророк алейсаратурсалам то поприветствовать их двоих то есть оба краю мара после посланника аллах салла лаврисами является обязательным говорит и так вера в то что в бакар и омар да смеются над ними аллах погребены вместе с пророком алейсаратурсалам в комнате а еще родила тарана то есть возможно что в те времена времена автора какие-то были люди которые подвергали этот факт сомнению и автор говорит о том что нужно в это верить это из принципов алья сунов алья суново джама когда умер пророк алейсаратурсалам люди разошлись во мнении относительно того где похоронить пророк алейсаратурсалам похоронить ли его вместе с его сподвижниками на кладбище рбаке или что делать и вот тут они вспомнили хадис от пророка алейсаратурсалам что она набеет фану айсу ему что пророк он хоронится там где он умирает поэтому вот прям там где он лежал под этим ложем была вырыта могила для пророка алейсаратурсалам то есть проблема когда вспомнили хадис решена сподвижники если знали ходить все они подчинялись ходить проблема решилась и вот под тем ложем где лежал пророк алейсаратурсалам там было и на котором он умер на этом ложе там была вырыта могила в комнате айши рады аллаху таля анга потому что пророк алейсаратурсалам как вы знаете он когда заболел уже перед смертью он лежал в айши в доме айши и там за ним ухаживал это во первых во первых первая причина почему там потому что пророки хоронится там где они умирают а вторая причина то если бы его могила была где-то на открытом месте например на кладбище баке то была угроза чего такой вещи как излишнее почитание этой могилы и люди бы стали толпиться вокруг могилы это могло привести потом к излишне струклу и чтобы защитить пророк алейсаратурсалам от этого чтобы не допустить вот этот вот путь к ширку чтобы не допустить той беды которая случилась с ангел китаб с умами до нас которые из могил своих пророков сделали мечети места для поклонения пророк алейсаратурсал был похоронен у себя в комнате в комнате айши рады аллах тараны поэтому а еще рады аллах тарана когда упомянула хадис о запрещенности чрезмерствовать в почитании могил и о том что иудеи и христиане что они допустили излишнества в отношении могил своих пророков и там устроили мечети места для поклонения сделали из могил своих пророков идолов она сказала воля улаза река ля убры за камеру если бы не вот эта опасность что могилу пророков и собственно так начнут чрезмерно почитать и толпиться вокруг нее возникнет опасно щирка если бы не эта опасность то он бы был бы похоронен где-то на открытом месте говорит айши валякин хуще а ее таха мастера но опасались того что могила будет взята в качестве места для поклонения аллаху то есть мечетью таким образом а еще рады аллах тарана она разъяснила в чем был мудрый смысл почему он был похоронен у себя дома дом пророка риса рату сарам то есть дома еще где умер про колеса рату сара он находился как впрочем мы другие дома jogen timeline сара то салам вне мечеть то есть это не было мечетью те которые говорят когда им говорят что нельзя хоронить в мечетях и что нельзя на мечетях строить могилы они говорят как же могила пророка ли сара то сам она находится в мечеть мы говорим что проколе с радусом был похоронен в доме айши рада лох дана и это не было мечетью это были дома жон pro колеса опл markets cancers да они прилегали к мечети но они вовсе не входили в мечеть поэтому мечеть пророк алиэсаратусом не построена на могиле потому что была построена при жизни пророк алиэсаратусом раз во вторых пророк алиэсаратусом не был погребен в мечети потому что он был погребен в комнате айшара дала тарана вот эти комнаты жен пророк алиэсаратусом они прилегали к мечети с восточной стороны с восточной и южной стороны то есть мечеть где есть вот эта юго-восточная сторона там были комнаты же он пророк али саратусы со стороны востока от мечети и пророк али саратусы нам таким образом был погребен там в этом доме который был вне мечети и так и была эта комната вне мечети мечеть было получается где запада хорошо пока аль-валибн абдельмалик не решил расширять мечеть сторону комнат пророка али саратусы до этого расширения были сторону юга в сторону запада сторону севера другие страны только не выйти не в эту сторону не в сторону комнат джон пророк али саратусы но валид бн абдельмалика это уже было после окончания эпохи сподвижник когда уже практически сподвижников не было в медине он решил сделать это вот расширение в ту сторону причем селя в предшественники кто бы тогда и стабили на касаемо все и другие они высказали порицание ему недопустимо расширять туда ну чтобы как-то обезопасить все-таки комнату где был погребен проколи саратусы ран даже они рвали на обдельмалика не что решили они окружили эту комнату окружили стенами были построены стены вокруг и стена которая смотрит в сторону севера эта стена была устроена то было построить две стены в виде треугольника для чего чтобы люди не могли обращаться в сторону могилы для совершения намаза то есть комната была изолирована смотрите одна стена стена комнаты потом эти стены потом была еще одна стена то есть тремя рядами стен полностью могила отгорожена от мечеть полностью и проникнуть туда зайти посмотреть комнату могилу проколица никакой возможности нет плюс еще сегодня это решетки там всякие хорошо расстояние довольно большое до самой комнаты пророка ли саратов сара от внешних вот этих стен то есть сюда проникнуть совершенно невозможно ласок наталья защитил могилу пророка ли саратов сарама того чтобы из нее сделали видов таким образом комната она она оказалась окруженной мечетью до на сегодняшний момент но это разговор отдельный но как бы то ни во про колеса то все равно похоронен где похороним в своей комнате то есть ничего не поменялось